Праздничный намаз – один из важных ритуалов мусульман. Именно с него начинается Курбан-Байрам. По исламским канонам его предпочтительно совершать коллективно. Поэтому тысячи верующих с утра посетили сегодня мечети, а после направились на специальные площадки, выделенные для жертвоприношения. На месте событий побывал мой коллега Абдулла Алиев. Большое количество верующих собралось с утра в центральной джума мечети города Махачкалы. Предваряя праздничный намаз перед мусульманами, выступили официальные лица. В своем обращении имам мечетью Марсхаб Арсан Алиев поздравил всех мусульман республики и рассказал о достоинствах главного исламского праздника Идалятха – Курбан-Байрам. Комментируя это слово «праздник», ученые разъясняют, что праздник для мусульманина – это тот день, когда обильно прощаются его грехи. А что же может быть лучше для мусульманина, когда прощаются его грехи, уважаемые братья? Праздник – это не расслабление, как у нас принято, когда бывает праздник, мы расслабляемся, уважаемые братья. Это, наоборот, усердие, усилие в поклонении Всевышнему Аллаху. После поздравительных речей верующие традиционно приступили к праздничному намазу. Далее помощник имама прочитал хутбу на арабском языке. В мероприятии принял участие министр по национальной политике, делам религии, республики, отметивший, что Курбан-Байрам – это главный праздник мусульман, объединяющий всех верующих. Это один из самых главных мусульманских праздников. Это особо почитаемых праздников мусульманского мира. Это праздник добра, это праздник мира, милосердия. Это праздник, который прощает человека, который просматривает прошение друг друга. Это праздник, который помогает тем, у кого есть возможность, тем, кто в этом нуждается. Поэтому, с моей точки зрения, это самый главный праздник. Исполнив праздничный намаз, верующий в Высшее из мечети при поднятом настроении поздравляет друг друга наилучшими пожеланиями. Поэтому быть радостным в этот день и праздновать его крайне желательно. Один из важнейших праздников мусульманского мира – это мы его празднуем веселым, таким радостным настроением, хорошим. Желаем дагестанскому народу всем нам здоровья, крепкого имана, чтобы все было благополучно. Заметно, что и наше мусульманское умы, и наше дагестанское общество, и общество мусульман России, что вот так вот радостно все отмечают эти праздники. Сегодня я поздравляю для всех мусульман в мире Курбан-Байрам. Желаю на этот день счастья, добрая, любви, самое главное – здоровья. Прежде чем отправиться отмечать праздник кругу семьи, многие из верующих направляются в другие места, которые на протяжении нескольких лет становятся эпицентром празднования Курбан-Байрама в Махачкале. После праздничного намаза все верующие направятся в места, специально отведенные для жертвоприношения. Там для выполнения одного из важнейших мусульманских ритуалов предоставлены все удобства. Одна из таких площадок расположена около торгового центра Киргу. Как и каждый год, здесь оживленно, но неудобств это никому не приносит. Организаторы постарались сделать все возможное, чтобы верующие совершили обряд жертвоприношения в комфортных условиях. Мы все возможное от себя постарались, сделали места закалывания, места загонов, места обделки шкуры, обделка мяса, стоянки, въезды, выезды. И вода для закалывания животных, профессиональные резчики, обделки шкур. Все здесь идет. И как вы сами заметили, даже подходы, подъезды, как в прошлые годы, заторов или там пробок нет. Многие, кто пришел сюда, положительно отзываются об этих площадках. От человека здесь требуется только выбор животного и оплата. Остальное все сделают за вас специалисты. Как многие пришедшие сюда отмечают, подобная система намного упрощает процесс. Думаю, уже какой год наблюдаем, что вот так наше духовное управление организовало такое для людей удобство. И машины стоянки, и волонтеры, и режут мясо, и все. Ну, все удобства для людей, чтобы они полноценно совершили свой курбан. Здесь в первую очередь созданы все условия для того, чтобы людям было удобно. Здесь отдельно, где покупается, где вакинь делается. Любой человек может прийти и подойти любому человеку, который продает. Он знает, как это все делают. И есть люди, где режут. Ну, здесь, правда, конечно, сегодня очередь. Тем не менее, очень удобно людям созданы все условия для того, чтобы человек мог принести зеркоприношение. С самого начала, как мы только заехали, встретили ребят, которые регулируют, показывают, как лучше проехать, где поставить машину. Потом и здесь мы нашли людей, которые помогают выбрать барана, соответствующие нормам, условиям. И люди, которые помогут разделать. Поднимался туда на горку, и оттуда, когда посмотрел, ну, настолько было приятно смотреть. Все организовано, сервис, волонтеры помогают. Даже будучи в Мекке, мы видели там, как это все происходит. Ну, все создается для людей, чтобы было удобство, чтобы людям не приходилось мучаться. Главным жертвенным животным в этот день являются овцы. Но организаторы площадок для закалывания приготовили на этот раз сюрприз. Как мы знаем, для жертвоприношения подходят не только овцы, но и другие животные. Такие, например, как и верблюд. И как мы видим, организаторы этих мест приготовили и вот такую вот роскошь. Да, и роскошь эта стоит весьма недешево. Но желающий приобрести животных из Азии не так уж и много. В основном они приносят эстетическое удовольствие тем, кто за ними наблюдает. Вербют в Махачкале явление нечастое. Но, как говорится, вернемся к нашим баранам. Стоит отметить, что помимо праздник, места для закалывания будут работать еще три дня. Поэтому предостаточно времени, чтобы совершить один из высоковознаграждаемых обрядов мусульман жертвоприношения.